В эфире программа «Что произошло?» Здесь нет государственного заказа и политической агитации. Здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. До конца этого часа вы узнаете о том, что произошло на минувшей неделе. Пока ничего, что могло бы порадовать. Итак, поехали. Начнем с жести в Рязанской области. Там в маленьком городке Кораблино произошла шокирующая, а может быть и не очень, история. Здесь в собственном доме насмерть замерзла больная раком участница афганской войны. Коммунальщики без предупреждения отключили газ за неуплату и оставили пожилых больных людей без отопления. После смерти жены глава семьи обратился в прокуратуру. Он считает, что работники газовых служб намеренно убили его супругу. Ведь вся их пенсия уходила на еду и лекарства. Но куда смотрели органы соцзащиты? И почему семья больных пенсионеров фактически оказалась брошенной на произвол судьбы? Владелец дома инвалид, а в прошлом военный строитель Сергей Николаевский. Именно он снимал все происходящее на фотоаппарат. А вместе с ним в доме жила тяжело больная супруга. Мужчина просит сотрудника полиции остановить беззаконие. Просит не убивать жену. Старший участковый Новичков Георгий Алексеевич. Очень приятно. Какие у вас проблемы с трудностями? У меня проблемы в том, что нас с женой пытаются убить газовики. Каким образом хотят? Каким образом? Если они отключат газ, значит мы просто замерзнем. То есть я вам, товарищ майор, официально заявляю, что здесь происходят угрозы нашей жизни. А я вам тоже? Я вам заявляю. Заявляю. Такой угрозы здесь нет. Она медсестра. Прошла всю афганскую войну. И после коллекторского произвола под прикрытием правоохранительных органов умерла у себя дома от инсульта. Она даже не знала до последнего момента, что я пошел и взял кредит. Она до конца верила, что нельзя людей... Ну, что убивать. Холодом. Газ отключили за долги. Несколько лет назад в семье началась череда бед. В аварии погиб их взрослый сын. А у Татьяны Ильиничны диагностировали рак. В последнее время она не вставала с постели. Пенсии хватало только на еду и лекарства, а также на погашение кредита, который в свое время взял их погибший сын. А потому с 2016 года накопился долг за газ. Около 60 тысяч рублей. Газ – это наше национальное достояние. Но только в рекламе «Газпрома». У нас не Арабские Эмираты. И потому россиянам приходится неслабо раскошеливаться за возможность пользоваться голубым топливом. А потому пенсионерам оплачивать народное богатство было просто нечем. После налета газовиков на дом готовить пришлось на костре. Воду грели кипятильником. Незадолго до смерти супруги Николаевский решился взять еще один кредит. Частично погасил долг. Отопление в дом вернули. Но было уже поздно. Кстати, из-за бюрократических проволочек процесс подключения занял 10 дней. Сердце женщины не выдержало ежедневного стресса. Эта шокирующая история получила большой резонанс. Люди задались резонным вопросом. Почему семья, которая отдала свое здоровье за родину, замерзла в собственном доме? За дело уже взялись сотрудники СКР. Будут изучены все документы, имеющиеся в организациях, которые должны были снабжать газом. Также все документы по обстоятельствам жизни этой семьи. Уже после смерти женщин неожиданно засуетились и сотрудники управления соцзащиты. С невиданной скоростью всего за два дня инвалиду войны выделили положенные ему по закону бюджетные деньги. Но и на этом щедрость чиновников не иссякла. Бонусом ему предоставили целый пакет льгот и поощрений. Мы тут же еще прояснили всю ситуацию по этой семье. Выяснили, что Сергей Иванович до нас не дошел с документами по льготам. Тут же собрали, помыли комплект документов собрать ему, оформили эту льготу, потому что он является инвалидом. Его супруга инвалидность имела, но она не обращалась за ней. Работники прокуратуры тоже неожиданно нашли нарушение в работе газовой службы. Оказывается, спекулянты голубым топливом сначала должны были известить должника, а уже потом отключать его. Между тем, супруги Николаевские никакого уведомления не получали. Мы уже на сайте Почты России видим, каким образом двигалось письмо, и окончательный адресат ее был Дюдькова, Звеникова, Томосковской области. Соответственно, по этому адресу должно прийти уведомление абонента с почтового отделения, и абонент должен был забрать это письмо. В офисе газового монополиста сухое тепло. Здесь инцидент комментируют без особого энтузиазма. Говорят, что у них просто нет времени проверять, кто стоит за той или иной фамилией в длинном списке должников. Есть возможность как в судебном порядке взыскать долги, так и путем отключения. В данном случае компания воспользовалась этой возможностью, которая установлена правила. Газовики решили принести соболезненную мужу, погибшей в результате их алчности женщины. Борьба со страшной болезнью и непростая жизненная ситуация, в которой оказалась эта семья, не могут не вызывать сопереживания у людей, которые в таких случаях готовы приходить на помощь и попытаться помочь в преодолении социальных трудностей. Однако встретиться с пенсионером газовики отказались, сначала сославшись на нехватку времени, а затем и вовсе изменили свою позицию, снова заявив, что действовали законно. Несмотря на случившееся, до сих пор остается непонятно, какой ответственности был привлечен участковый, который вместо того, чтобы разобраться в ситуации, встал на сторону поставщиков услуг, отстаивал их корпоративные интересы и просто кичил со своей властью перед ветеранами войны. Первый раз в пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области выразили удивление случившимся и попросили перезвонить после обеда. Пытаемся в очередной раз позвонить в пресс-службу ГУ МВД по Рязанской области, как видите, трубку брать никто не хочет. Третий звонок оказался более результативным. Видеозапись инцидента, облетевшую весь интернет, в полицейском главке все же посмотрели и пообещали прокомментировать ситуацию. Ветеран войны по-прежнему вынужден ежемесячно оплачивать газовикам оброк в размере половины своей пенсии. Да и долги теперь возвращать нужно, ведь на похороны своей супруги он тоже занял деньги. Тем временем в Челябинской области тоже происходят весьма странные вещи. Давайте посмотрим. Казалось бы, обычные судебные заседания. Это в Калининском районном суде города Челябинск. Присутствует судья, секретарь. Вот только нет ответчика и прокурора. Суд объявляет перерыв до момента появления прокурора. Отсутствие судья-ответчика не новость. Обычно такое бывает, когда есть что скрывать. Но чтобы отсюда бегал прокурор, это вообще нонсенс. Как видим, и такое бывает, если ответчик начальник отдела полиции. Юрист Дмитрий Громовой подал жалобу в суд о неправомерных действиях сотрудников полиции, которые отказывались рассматривать заявление. Он один из инициаторов уголовного дела на оперов местного ГУФСИН, что запытали до смерти людей в местной ИК-2. Операм этим, кстати, дали реальные сроки. Но во время суда участникам процесса сыпались угрозы. И несмотря на то, что телефоны угрожавших были известны, полиция не спешила реагировать. Отделом полиции Калининским никакого процессуального документа не было составлено. А по сути была отписка, ввиду чего. Не то, что человек подкованный в правовом поле, но и элементарный гражданин, он бы, получив такое письмо, он просто бы зашел в тупик и не знал, что с таким делать. Прокуратура тоже до последнего держала глухую оборону. Я не могу разглашать данные и порядок проведения проверки, ввиду того, что вы не являетесь заинтересованным лицом по обращению. В смысле, мы являемся журналистом зарегистрированного СМУ. Пожалуйста, мое удостоверение предъявляем вам. Пожалуйста, мое служебное удостоверение. Мы являемся заинтересованным лицом, заинтересованным лицом совсем не против, оно сидит рядом. Мы объясним, пришли, как вы видите. Поэтому мы просим у вас ответ. Представляете, можно ответить на этот вопрос? Как конкретно идет проверка? Кого конкретно собирается привлечь к ответственности за халатность и бездействие? По-настоящему обращению проводится проверка. Более комментариев я дать не могу. И только после вмешательства журналистов проблема разрешилась. Проводится дополнительная проверка, в рамках которой осуществляются мероприятия по установлению обстоятельств, указывающих на наличие либо отсутствие признаков нарушения уголовного или административного законодательства. По итогам проведенной проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством. А достижения, в кавычках, конечно, индустрии сверхдержавы в нашей постоянной рубрике «После выборов». Еще совсем недавно так выглядел Таганрогский автозавод. Производственные мощности предприятия декларировались на уровне 180 тысяч машин. В реальности завод выпускал около 100 тысяч машин. Но и это неплохо, даже по меркам нынешних предприятий, работающих в режиме промсборки. В феврале арбитражный суд Ростовской области признал завод банкротом. Сейчас цеха и офисы выглядят вот так. Что интересно, последняя разработка «Тагаза» «Аквилла» все еще продается в шоурумах дилеров. Собственные разработки могли бы стать шансом на спасение предприятия, которое начинало в роли автосборщика других марок. Но все заигрывания с ноу-хау провалились. Завод даже создал южнокорейское конструкторское бюро «Тагаз Корея», которое спроектировало недорогой «Тагаз Вега». Однако «Дженерал Моторс» подала на российского автопроизводителя в суд за незаконное использование интеллектуальной собственности. Судя по всему, «Вега» была построена с использованием технических решений «Шевролет Лачетти». Похоже, что корейцы обвели нас вокруг пальцев. Полторы тысячи работников завода оказались на улице. Для небольшого «Таганрога» это весьма много. Производство на Волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» остановлено. Это произошло после решения арбитражного суда о признании предприятия банкротом. Работники пришли по графику на проходную, но им сообщили, что завод не работает. При этом, как рассказал один из сотрудников, руководство ранее не сообщало им о своих планах остановить конвейер. Вице-губернатор региона Роман Беков встретился с начальниками цехов и руководителем местной чеки Просоюза. Он заявил, что бывшие топ-менеджеры будут поднимать завод, пока его не передадут в собственность государства. Но остался открытым резонный вопрос, кто же будет платить зарплаты. Владелец «Красного Октября» Дмитрий Герасименко скрывается на Кипре и вывел деньги со счетов. Вице-губернатор пообещал помочь, но каким образом он будет это делать, не пояснил. На заводе официально работает 3250 человек. Их интересует вопрос, получат ли они зарплату. Арбитражный суд Волгоградской области признал «Красный Октябрь» банкротом по требованию регионального УФАС. Предприятие задолжало 130 миллионов рублей отчислений. На заводе наличие задолженности опровергают. А о том, чем жили слуги Государевы по всей нашей необъятной родине, в постоянной рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой. В Карачаево-Черкесии продолжаются магнитные бури и сильные вихри разного настроения. Здесь все никак не может стихнуть межнациональный конфликт, что разгорелся вовсю этой осенью. Народы республики просят главу государства разобраться в том бардаке, что творится в регионе. Черкесы и Абазины заявляют о дискриминации со стороны карачаевцев. Что ж, остается надеяться, что Рашида Тимирзова за такое по голове не погладит. А в Иркотской области наблюдается необъяснимое природно-политическое явление. Регион с каждым днем все больше окрашивается в красный цвет. Ну, прям как мое платье сегодня. Депутаты-коммунисты захватывают предприятия. И это нехорошо. Из нового созыва ЗАГСобрания в Советы директоров местных акционерных обществ вошли только члены КПРФ. Ну, и один из гражданской платформы. Кажется, коммунисты не без согласия красного губернатора Левченко решили приватизировать предприятие. Все, на сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире Крик ТВ. Краткую версию смотрите в Ютубе на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт крикньюс.ру. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Обратите внимание, номер редакции изменился. Также ищите нас в соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.